Пишется уже. Итак, Land Cruiser 100 мы будем ставить сюда Red Power Carpata 15-071 Toyota Universal Работу производит подалка Александр рукастый человек, находящийся в Санкт-Петербурге, потом в дальнейшем оставлю контакты если кто захочет, то можно будет также прокачать машину. Так, подготовительные работы. Машина с усилительным, да, у вас? Да. Сзади сабвуфер. Мы приобрели рамочку. А где рамочка? Да, сейчас принесу. Рамка в комментариях видео будет посмотреть, может, парт номер. Я думаю, что может, мы и комплекты так сразу же на продажу подготовим. Адаптер усилителя. Это, Саша, чтобы ничего не резать, магнитолую проводку, которая будет ставиться включает, как должно быть. То есть смысл какой, так как усилитель стоит, то мы, соответственно, сигнал будем откуда снимать? С линейки, да? Их здесь и ходят. Да, с линейки вот сюда будут выходить. Обычный канал выкусываешь. Да, это я все выкусываю. Но это тоже не надо, соответственно, будет. Они с линейки будут вот сюда заводить. А распиновка у этого адаптера есть в комплекте, да? Да, вот. Так, что тут у нас пишется. Тойота, бла-бла-бла, автофейдер, почему-то. Так, а что на него два канала заводят? Столько и передача данных, и питания? Да, там только два канала. Левый и правый, и все. А передняя? Остальное он сам распределяет. Что, усилитель двухканальный? Нет, он не двухканальный. У него вход просто TX-RX. TX-RX это машина запуска усилителя. Правильно. А R-R+, это один канал. У него нету перед, зад, он сам распределяет усилитель. Перед, зад, лево, право. Ну ладно, в конце посмотрим, что получится. Так вот устройство будет в рамках любви. А порт номер есть в рамочке? Ну, скорее всего, с обратной стороны. Давай, Данин. Наверняка еще кто-нибудь захочет. Ну, он тут маленький, вряд ли рассмотрит. Маленький. А где? Вот это 55412-594HP. Номер рамки, но я еще потом напишу, где можно взять и так далее. Сколько она? 2000 рублей, да, где-то? 2700. Это засрочный заказ, да? Понял. Так. Дизайн будет, как у... Есть комплектации со штатной навигацией Land Cruiser 100. Ну да. Да, эта рамка как раз подойдет. Подсветочку потом подберемся, покажем, что у нас. Кнопки на руле. Да, все, все, не подключи. Да, здесь я нашел родную колодку для Carpata. Вот, родной разъем. Кнопки на руле подключаются здесь. Вот они, три ламелины. Земля. Три вольта и шина. Три вольта и шина. Вот они сюда приходят. Если кто-то потом грудину устает или что, вот смотрите внимательно. Сверху в правой грядке коричневый, потом оранжевый. И слева коричнево-белый. Сюда они приходят коричнево-белый, оранжевый, коричневый. Вот в эти места. Начиная с третьего пина. Это колодка кнопок на руле. Ну все, камера ставится, нет? Да, камера будет. Будет установлена камера парковки. В принципе, о детали по установке уже все рассказал. Если у кого-то есть голова и руки, могут сделать сами. Если не могут, то приезжайте к нам. Все, ждем окончания работы. Ну да, чтобы подсветка горела. Ну вот, собственно, поставили. Рамка сила как родная. Она, по сути, и родная есть. В принципе, ничего сложного. Камера включите, пожалуйста. Да, камеру парковки поставили. Так, камера все работает. Ага, спасибо. Из особенностей в данной машине получается сделать штатно, со штатным усилителем, раздельную регулировку сабвуфера. Я бы, конечно, для себя бы сделал. Но тут уже не мне решать. Так, интенсивность кнопок подсвета, как обычно, настраиваем под себя. Сделаем чуть позеленее, потом клиент вроде убавит. В принципе, все работает. Все штатные кнопки с руля сохранены. Вот я громкость прибавляю. Убавляю. Радио перещелкиваю. Сай, она так пищает. Ну, вот я сделаю, чтобы не пищало. Ну что, нормально? Да, слушай, мне нравится. Мне, знаешь, что, сабвуфер штатный не очень прикалывает, конечно. Ну, это уже зависит от самого адаптера. Мало адаптера зависит. Послушай, да. В принципе, ничего. Когда посередине вот так голову я держу, а у двери мне не очень понравились. Классно получилось. Да, это лучше, чем там пенхуйский аппарат. Да, конечно, много лучше. Смотрите, как оригинал. Не, ну ничего, мне нравится. Не, хорошо, хорошо сабвуфер. Пусть-то его задирать не надо, а то он плюхать начинает. Ну, сейчас интернета нет, у клиента iPhone. Я ему объяснил, что сейчас выйдет на улицу. iPhone пробовал липцини? Да, уже все подключил по Wi-Fi. iPhone точкой доступа по вафле будет интернет раздавать. Ну, ничего не прокачивал. Тут просто стандартный, видите, имкосной экранчик, да? Вот чип там. Оп, все открылось, сразу же заработало. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо, с вами был я, Медведев Евгений. Работу производил Александр Подалко, который сейчас озвучит вам свой сотовый телефон. 8906-253-5377. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Слушай, она, эта самая камера ни в каком корпусе не стоит. Она просто так вот поставлена. Да, да. Все, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok